Пускай же Господь найдет каждое сердце на этом месте, открытое для любви Божьей. Бог хочет свою любовь изливать сердца наши. Бог хочет дополнить наши сердца и нашу жизнь своей божественной любовью. Братья и сестры, как сегодня нам ее не достает? Как мы сегодня нуждаться должны в этом? Как мы сегодня должны простирать руки свои, Господи, изливать Твою любовь в нашу жизнь? Изливай, Господи, учи нас любить, потому что туда, куда Ты ведешь нас, это царство любви Бога. Там царствует любовь, друзья. И здесь Господь хочет на этой грешной земле среди всех этих проблем, среди всего этого мрака, наполнить нас своей любовью. Только Божья любовь приведет нас в царство Божье, братья и сестры. Все остальное, оно останется здесь. Но Божья любовь, которую Бог изливает, Господь приведет, приведет ту душу в те обители небесные, и в это прекрасное состояние. И мы все понимаем, друзья, что, конечно, это намного превосходнее, когда сердце исполнено любовью. Намного превосходнее просыпаться с любовью, ходить с любовью, заслянуть с любовью, и спать с любовью. Потому что душа тогда, она расцветает. Душа тогда окрыляется. Тогда само присутствие Бога. И, конечно же, мы понимаем, что только в этом состоянии мы можем прославить Господа, друзья. Только в этом состоянии, исполненными любви Божьей. И я глубоко верю, что Бог приготовил сегодня для нас обилие любви своей, обилие мира и обилие благословений, чтобы просто вылить на свой народ. Просто вылить. И я верю, что небеса откроются для той душе, которая верою простирается к небу, чтобы принять эти божественные благословения, чтобы воскресилась душа наша, чтобы укрепилась, чтобы исцелилась. Потому что Господь истинно любит свой народ. И свою любовь Он уже доказал. Ему не надо уже ничего доказывать, друзья. Это нам сегодня надо доказать любовь к Богу, а Ему уже ничего не надо, Он уже все сделал. Он уже доказал ее, брат и сестра. Может быть, в проблемах и в трудностях ты находишься, то знай, что Бог уже доказал свою любовь к тебе. Он дал себя распять. Он умер, потому что любил. А за что нас было таких любить? А Бог любит, потому что Он есть любовь. И по-другому Он не может. Давайте мы прочитаем это слово прекраснейшее. Просто жемчужное обетование такое, вы знаете, драгоценнейшее обетование. Вся Библия, она построена на обетовании Божьем. И принять эти обетования опять нам следует через веру. Пускай сердце наше откроется и поверит этим словам. А если поверит этим словам, то будет так и жить душа, то и примет все эти Божьи благословения, и возрадуется, и возрекует в Боге, и укрепиться, и усилиться. Псалом 90, 14, 16 стихи. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его. Сниме в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготую дней, насыщу Его, и явлю Ему спасение мое. За что? За что? Почему так много благословений Бог приготовил? По какой причине? Одна причина. Потому что человек возлюбил Бога. Господи, мы желаем Тебя любить. Ты будь твердыней нашей. Ты будь нашим убежищем. Пусть сердце наше будет открытым для Бога, потому что Господь истинно хочет изливать свои благословения, но Он их может изливать только в любящее сердце, братья мои, сестры. Если там негодование, неустройство, ропот, страх и еще сомнения всякие, то Господь не может в это сердце вылить. Господь очищает это состояние, а потом выливает свою любовь туда. И мы верим, Господи, что и в этот час Ты будешь очищать наши сердца. Очищать для той цели, Господи, чтобы вылить свою божественную любовь в нашу жизнь. Почему? А чтобы избавить нас. Мы нуждаемся в избавлении. Так же, как Израиль нуждался в избавлении, мы сегодня тоже нуждаемся быть свободными, Господи. Потому что Твоя сильная рука, она может избавить нас от всяких проблем, от всяких нужд, от всяких переживаний, от страха Он может нас избавить. И мы нуждаемся в этом избавлении. Весь мир будет стянать от страха. Вы знаете, братья и мои сёстры, сегодня очень хорошо проповедовать Евангелие. Нам бы не упустить этот момент. Очень многие сегодня конца света ожидают. И в страхе находятся. И те, кто знают, что верующие, подходят к Нему и спрашивают, а как ты понимаешь это? И вот тут хорошо, как раз вот время, людям открыть истину о Боге. Что действительно конец света будет. И к Нему надо готовиться. Но времени мы не знаем. Но шаги близки уже. Поэтому сегодня в страхе все люди находятся, большинство людей. А дальше ещё хуже будет. Но народ Божий будет избавлен от этого страха, переживаний конца. Потому что избавление приходит от Господа. Спасение от Господа приходит. И дальше Он говорит, защищу Его. Защита от Бога будет. И если Бог поставит свою защиту, то враг не сможет поразить эту душу. Не сможет опустошить её. И дальше Он говорит, услышу, я с Ним в скорби. Как Господи, любящая душа Тебя. И может быть скорби. Да, могут быть и скорби. Но самое ценное, что в этих скорбях и Бог с тобой будет, Он тебя не оставит. И Он утешит и ободрит тебя. И говорит, я спасу тебя. Братья мои, сеосы, давайте держаться. С этих обетованиями очень ценные. Очень ценные эти обетования. И упования Господня не оставляем. Крепко будем держаться верой своей, которую Господь для нас открыл. Это вера от Бога, которая устраивается на слове Господнем. Да будет благословенное имя Господне. Давайте с любовью будем призывать Господа, поклоняться Ему. Любить Господа от всего сердца. И нуждаться в Нем. И пускай Господь совершает Свою божественную работу в судьбах наших и в жизни нашей. Да будет благословенное имя Господне. Аминь.